Здравствуйте, дорогие любители иностранных языков, иностранных книг, учёбы, вообще и игр на иностранных языках в частности. Сегодня я хочу познакомить вас с замечательной серией игр, которые называются Snap. Вот у меня в руках такая замечательная коробочка, которая называется Noisery Rhymes Snap. И здесь содержатся карточки, которые помогут нам познакомиться с детским фольклором на английском языке. Игры. Сразу скажу, что множество таких игр представлено, как всегда, на нашем сайте bookshop247.com, в группе компании YAS, в рубриках по языкам. Ищите их в разделах «Дидактические игры и задания». Игр очень много. Почему сегодня я рассказываю вам про Noisery Rhymes Snap? Прежде всего, потому что это не просто игра, а игра на детский фольклор. Каждый ребёнок, вырастая, слушая колыбельные частушки, пестушки, похожие на сорока ворона, кашу валила, деток кормила, вот эта пестушка называется, впитывают культуру своего языка и становятся частью нас, частью нашего общества. Мы понимаем наших мам, наших бабушек, прабабушек, прапрапрабабушек, о которых мы ничего не знали, потому что мы поём те же песни, слушаем те же сказки, хотя многое в нашей жизни меняется, появляются новые истории, но какая-то вещь, которая передаётся от одного поколения к другому, остаётся неизменной. Конечно, народные детские колыбельные песенки, потешки, смешные стихи передаются уже на протяжении многих-многих веков, от бабушек к внукам, внуки вырастают, становятся родителями и так далее, и так далее. Для того, чтобы изучать это, хорошо бы начать с чего-то простого, интересного и занимательного. Вот такие игры у меня в руках, целых 52 карточки, которые делятся на 13 групп карточек по 4 одинаковые. Вот, например, вот так. Зачем они нам нужны? Они нам нужны для того, чтобы мы сыграли в простую игру на переворачивание карточек. Многие из вас знают, как это играется. Мы раскладываем карточки, раздаём их между игроками. Игроки открывают каждые свои карты. Если попадаются подряд две одинаковые, то они забирают их себе. Ну и там есть ряд других интересных правил. Но самое главное здесь в том, что, когда они вытаскивают эти карточки, они просто смотрят на картинку и видят, что она одинаковая или не одинаковая. Они могут получить ещё задание. Задание на иностранном языке. И вот это очень интересно. В серии Snap бывают игры про рыцарей, про фей, про зверюшек, про деревню, про Новый год. Чего только нет. Издательство Asburn, которое очень любит детей и которое создало замечательный сайт. Вот здесь, я думаю, вы его видите. Вы можете на него зайти и посмотреть. Создает очень много таких интересных игр. И мы очень рады, что у нас есть возможность прикоснуться к ним. Когда игрок получает карточку, он может просто молча положить её в свою коллекцию. Правила игры, собственно, это и предполагают. Но если мы с вами учим иностранным языкам, то мы хотим больше. Например, здесь мы можем прочитать, что написано на карточке. Конечно, научив предварительно ребятишек читать эти слова. Но это ещё не всё. Это такая небольшая веселая песенка про деревенскую овечку, которая сама себя настроила шерстью, да ещё её людям продаёт и дальше рассказывается кому и как. Можно играть с помощью этих карточек в викторины по nursery rhymes, постепенно знакомить детей с полным текстом песни или стихотворения. Очень важный момент. Если ваш ребёнок не любит петь или стесняется петь, не заставляйте его петь, пожалуйста. Пусть пение и музыка будут для него удовольствием. Если он стесняется петь, он может просто прочитать стишок или его продекламировать. А там, может быть, и спеть ему захочется. Вот такие замечательные карточки. Кого мы здесь видим? Вот он, Humpty Dumpty, замечательный, который упал со стены и имел ряд других неприятностей. Вот это Мэри, добрая девочка Мэри, за которую везде ходил маленький барашек. Милое, доброе стихотворение, которое ненавязчиво в форме объясняет детям о том, что если ты добр к окружающим, так и окружающие к тебе потянутся. А вот, например, другая девочка. Это Мэри совершенно не такая. Это Mary, Mary, quite contrary. How does a garden grow? With silver bells and cockleshells and marigolds all in a row. Вы можете прочитать в Википедии про Мэри, Мэри, quite contrary. И узнаете, что история создания этой песенки, а это не просто песенка, а песенка-дразнилка, довольно страшная. Но страшные истории детям рассказывают совершенно не обязательно, а песенка живет. Итак, изучайте народный фольклор, детский фольклор, вместе с замечательной коллекцией карточек No Zero Rhyme Snap и ищите другие снэпы на нашем сайте Bookshop. Приятного вам изучения английского языка! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!